16-е Олимпийские игры 1956 года в Австралии открыли новую эру в Олимпийском движении. Впервые спортивный фестиваль такого уровня был проведен в Южном полушарии. Это было символично для возросшего национального самосознания жителей Австралии. Игры стали подтверждением авторитета этой страны в спортивном мире. 35 медалей австралийских атлетов на этих играх позволили им занять общее третье место в таблице завоеванных наград. Мельбурн получил право проведения Олимпиады в 1949 году. Его старинный стадион Мельбурн Крикет Граунд легендарный MCG был практически готов принять у себя Олимпийские игры. Но организации игр – сложное дело. Несколько лет споров вокруг финансов и сохранения традиций завершили в конце концов решением, что именно столетний MCG станет главным Олимпийским стадионом. Игры в Мельбурне стали новой вехой на пути развития спорта и Олимпийского движения. Впервые на стадионах обозначилось присутствие нескольких телекамер. Они работали для маленькой телеаудитории в 5000 человек. Наступала телевизионная эра в спорте. Эвери Брендедж, президент Международного Олимпийского комитета, считал телекамеры на стадионе лишней помехой в проведении соревнований. Не все тогда понимали, насколько изменит облик будущих Олимпийских игр это техническое изобретение. В 1956 году началась также эра международных воздушных путешествий. Лишь часть олимпийцев приплыла морем, большинство прилетели на пассажирских самолетах нового типа с искусственно поддерживаемым давлением внутри салона. По современным меркам это было очень тяжелое путешествие, по крайней мере с пятью посадками, когда летишь из Европы, но, впрочем, осуществимое. В конце концов, до Австралии добрались около трех с половиной тысяч спортсменов из 67 стран. И еще мельбурнские игры замечательны тем, что оставили яркий след в истории олимпийского движения. Австралия отличается своей неформальной простотой и открытостью, поэтому и эти игры получили название дружественных игр. Последующие олимпиады с тем или иным успехом пытались следовать этому стандарту. Австралийская киноиндустрия создала фильм-воспоминания об этих играх для будущих поколений. Телевидение было еще в пеленках, и в 1956 году по-прежнему продолжалась эра кино. В конце 50-х качество цветной пленки было очень высоким, и это дало возможность сохранить для истории живую память об Олимпийских играх. Орбкомитет Мельбурнской Олимпиады заказал полную киноверсию игр австралийскому режиссеру Питеру Уитчерчу. У этого киноматериала оказалась сложная судьба. Через год после игр Уитчерч создал 54-минутную версию, получившую широкую известность. Но в последующие годы пленка портилась, постепенно теряя свою привлекательность. Что еще печальнее, оригиналы почти 60 часов кинопленки просто лежали на полке и пылились. Почти 50 лет самая поразительная коллекция картина к Олимпиады медленно сгнивала в киносклепах, забытая всеми. Но, наконец, о пленке вспомнили и через 4 года тяжелейшей работы материал был восстановлен. Оригинальный фильм Уитчерча получил новый формат. Его дополнили новыми неизвестными раньше кадрами, снятыми полвека назад. Некоторые состязания снимали несколькими камерами. Теперь эти съемки дополнили картину. Были восстановлены шумы стадиона, но в основном оригинальный фильм и комментарии были сохранены. Мы предлагаем вам посмотреть восстановленную и обновленную киноверсию Олимпиады 1956 года в Мельбурне «Дружественные игры». Официальный фильм об Олимпийских играх в Мельбурне 1956 год. Олимпиады «Дружественные игры» Олимпиады «Дружественные игры» Субтитры создавал DimaTorzok Все началось 2730 лет назад в долине Олимпия в Греции. Хотя историки не пришли к общему мнению, большинство считает, что игры поначалу были религиозным праздником во славу Зевса Олимпийского. Здесь, в Олимпии, в 1956 году древняя церемония возрождается. Традиция зажжения Олимпийского огня началась еще на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Зажжен первый факел, и пламя, рожденное жаром солнца, начинает свой долгий путь в Олимпийскую историю. После зажжения огня в Олимпии, на месте проведения первых игр, факел отправился в путешествие по стране, переходя из рук в руки, а затем полетел самолетом на другую сторону земного шара в Австралию. В воздухе пламя сохранялось в шахтерской лампе. На каждой остановке самолета в Азии факел зажигали вновь и устраивали короткую эстафету для местного населения. Из города Кернс, на севере Австралии, Олимпийский огонь начал свою Одиссею по направлению к Мельбурну. Субтитры создавал DimaTorzok Хозяин Олимпиады Мельбурн готовится оказать теплый прием великому множеству иностранных гостей, невиданному за всю недолгую историю этого континента. Четыре тысячи атлетов на празднично украшенных улицах города смешались с толпами из 50 тысяч туристов, приехавших посмотреть на первые Олимпийские игры, которые проходят к югу от экватора. Город гудел от наплыва приезжих. Кругом царила волнующая атмосфера предвкушения необычайного. По мере того, как спортсмены прибывают в Олимпийскую деревню, над местами их проживания взвивается национальный флаг их страны. В середине ноября флаги 67 стран возвестили о сборе лучших представителей спортивной молодежи. Это были незабываемые моменты дружбы, братства, взаимопонимания и доброй воли, проявления сочувствия и терпимости к другим точкам зрения. КОНЕЦ В деревне царит радостное ожидание. Двое юноши из Борнео репетируют завтрашнее приветствие герцогу Эдинбургскому. Да, завтра все будут маршировать под флагом своей страны, и каждый будет с гордостью носить свою униформу. Молодежь уверена в своих силах. Пока нет ни малейшего признака напряженности. Все это приберегается для соревнований. 22 ноября 1956 года. Прекрасная погода. Мягко светит солнце. Те, кому не досталось мест на стадионе, выстроились вдоль маршрута Олимпийского огня. Так они смогут принять хоть какое-то участие в происходящем. Сегодня тысячи людей приехали в город к началу величайшего спортивного спектакля на Земле. Президента игр премьер-министра Мензиса встречают три главных представителя важнейших служб, работавших над подготовкой игр. Ощущение надвигающейся драмы все растет. Здесь будет делаться история. Это кульминация нескольких лет работы многих и многих людей. Присутствие 800 журналистов подчеркивает важность момента. Буквально миллионы ждут того, что произойдет здесь. Леди и джентльмены. Его королевское высочество герцог Эдинбюргский. Герцог приплыл в Мельбурн на борту королевской яхты Британии для того, чтобы открыть игры от лица королевы. Восторженная толпа тепло приветствовала принца-консорта. Голоса 105 тысяч человек сливаются в радостном возгласе, когда собственный флаг его высочества герцога Эдинбургского взрывается над Мельбурн Крикет Граунд. И председатель организационного комитета господин Кент Хьюз сопровождает герцогов в королевскую ложу. Игры 16-й Олимпиады начинаются, когда по традиции на стадион выходят греческие атлеты. Спортивные команды привезли с собой в Мельбурн не только юные таланты, молодость и силу, но и многие проблемы, терзающие их страны. Англо-французское вторжение в зону Суэцкого канала привело к бойкоту игр со стороны некоторых стран. Отказался участвовать Китай из-за присутствия команды Тайваня, заявившей себя как команду острова Формоза. Среди трех тысяч олимпийцев женщин было всего 384. Команды маршировали по военному. Такое стояло время в 1956-м. Венгерские спортсмены приехали сюда после кровавых событий венгерского восстания и подавления его советскими войсками. Австралийская публика громко выражала им свою симпатию и поддержку. Несколько членов венгерской команды после игр попросили политического убежища в различных странах мира. Японцы тоже были тепло приняты, несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась всего 12 лет назад, и горькие воспоминания были еще живы. Эти игры дали возможность залечить все раны, хотя соперничество держав продолжалось. Мельбурн, многонациональный город, и каждый из приехавших мог бы найти в толпе знакомое лицо. В 1956 году наступил самый разгар холодной войны между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Обе страны привезли огромные команды. Американцы выиграли 74 медали, 32 из них золотые. Они доминировали в легкой атлетике и стали главными конкурентами команды Австралии в плавании. Вслед за американцами на стадион вошли советские атлеты. Перед ними стояла идеологическая задача – быть лучшими. И эту задачу они выполнили, завоевав 98 медалей, 37 из которых были золотыми. Наконец, на стадион выходит команда хозяев Олимпиады. 314 австралийцев гордо маршируют вдоль трибун. Молодые люди собрались в Мельбурне не для политики. Их единственное желание – это помериться силами в честной спортивной борьбе. И Австралия счастлива подарит миру такой исторический момент. Председатель Оргкомитета Олимпиады обращается к гостям. Ваше Королевское Высочество, мистер Президент, леди и джентльмены, здесь, на земле под созвездием Южного Креста, в замечательном городе Мельбурне, мы ожидаем прибытия Олимпийского огня, символической эмблемы настоящего спортивного братства. И пусть Олимпийские игры 1956 года подарят новые силы и надежды всему человечеству, издавна мечтавшему о взаимопонимании между людьми. Я объявляю игры 16-й Олимпиады современной эры в Мельбурне открытыми. Это слова герцога Эдинбургского. Фатил, наконец, завершил свое долгое путешествие из Греции. Возрожденная символика сделала чудо. Тысячи людей выстраивались на маршруте огня, проходившем по Австралии. Последним факелоносцем стал 19-летний Рон Клак. Факел несет обладатель юниорского мирового рекорда в беге на милю Рон Клак. Это тот парень, который упал и которому помог Джон Лэнди во время чемпионата Австралии в марте. Зажженное от лучей греческого солнца пламя пронесли более 3000 человек по маршруту длиной в 13000 миль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рекордсмен мира в беге на одну милю Джон Лэнди произносит клятву за всех присутствующих спортсменов. От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд. На играх в Мельбурне было два демонстрационных вида спорта. В соответствии с правилами МОК один национальный, другой заимствованный. Для демонстрации национального спорта Оргкомитет выбрал австралийский футбол. Эта динамичная игра соединяет в себе элементы рэбби и европейского футбола. Показательный матч сыграли команда Викторианской любительской футбольной ассоциации, а не в белой форме, и Викторианской футбольной лиги, игроки в зеленом. В атмосфере всеобщего энтузиазма победили зеленые. Бейсбол был избран в качестве заморского гостя. Посол Соединенных Штатов Америки в Австралии специально для этого случая собрал команду, которая сыграла против сборной Австралийского бейсбольного совета. Матч прошел в идеальных погодных условиях. Американская команда, набранная из военных, оказалась на голову сильнее австралийской. Она победила со счетом 11-5. И вот наступило время для настоящих олимпийских состязаний. Финал бега на 110 метров с барьерами. Фаворитами считаются Калхаун, он на второй дорожке, и Дэвис, он бежит по пятой. Оба американцы. Их разделяет всего полметра, и Калхаун умудряется сохранить минимальный разрыв до самого финиша. Все три медали, как не раз повторится в эти дни, достаются американцам. Ли Калхаун с олимпийским рекордом 13,5 секунды получает золото. Второе место и серебро с минимальным разрывом, как и четыре года назад в Хельсинке, завоевал Джек Дэвис. Джоэль Шенкл был третьим. Нина Пономарёва, российская олимпийская чемпионка в Хельсинке в метании диска. Нина недовольна своим результатом. Она уступает свой титул прекрасной 23-летней студентке медицинского института Ольги Фикотовой из Чехословакии. Её диск улетел за 53 метра 69 сантиметров. На втором и третьем местах русские. Ольга завоевывает не только золотую медаль, но и любовь Гарольда Коннеля, американского рекордсмена в метании молота. А вот главный соперник Коннеля Михаил Кривоносов, трижды рекордсмен мира. В Мельбурне он лидирует с результатом 63 метра, 3 сантиметра. Пятый бросок Коннеля приносит ему золотую медаль. Роман Фикотовой и Коннеля, молодых людей из стран, разделённых железным занавесем, был по-человечески трогательным. В конце концов, они получили разрешение пожениться в Чехословакии, прежде чем поселиться в Америке. Финал бега на 100 метров. 55-й номер. Американец Боб Морроу, фаворит за бегом. Сильные порывы встречного ветра не оставляют надежды на рекорд. Секундомеры на готове, зрители и судьи замирают. И вот... Рекордсмен-американец Мерчинсон бежит по первой дорожке. Бейкер США по третий. Морроу по четвёртый. Австралиец Хоган по шестой. Морроу, Бейкер, Хоган 10,5 при встречном ветре. Забег на 10 тысяч метров стал классической дуэлью на длинной дистанции. Главные герои. Владимир Куц из Советского Союза и Гордон Пири из Великобритании. Они контрастны и по стилю, и по темпераменту. Куц, как обычно, задаёт невероятный темп, пытаясь измотать Пири. Англичанин держится позади. 25 кругов тактической борьбы, в результате которой Владимир Куц, в конце концов, ломает сопротивление Пири и выводит его из числа призёров в этом заведе. Новый олимпийский рекорд приносит советскому спортсмену золотую медаль на 10-километровой дистанции. Серебро у венгра Йозефа Ковача, бронза у австралийца Алана Лоуренса на 30 секунд, улучшившего здесь свой собственный рекорд. Владимир Куц стал звездой игр, любимцем публики. Дуэль между Куцем и Пири, который в итоге оказался только восьмым в этом забеге, повторилась и на дистанции 5000 метров. Финал бега на 5000 метров. Это 12 с половиной кругов по стадиону. Мировой рекорд сейчас принадлежит британцу Гордону Пири. Его самый серьёзный соперник Владимир Куц, под номером 200. Он также, как и другой англичанин Читауэй, ставил рекорд на этой дистанции. Накануне Куц с блеском выиграл забег на 10 тысяч метров с результатом на полминуты лучшего олимпийского рекорда Эмиля Затопика, 1952 года. И на этот раз советский стаир с самого старта возглавляет бег. Пири идёт следом. Затем англичанин Иботсон, четвёртый Чернявский из России, пятый Табори из Венгрии, шестой кенийц Няндика, седьмой Читауэй из Великобритании. Трое из этих спортсменов были в первой шестёрке на играх в Хельсинки. Пири, Читауэй и немец Шаде. У Табори, Иботсона и Читауэя прекрасные результаты в беге на миде. После второго круга Табори делает рывок, на что Куц удивлённо реагирует поднятой рукой. В намерение Куца не входит пропускать вперёд Табори, и он снова выходит в лидера. Пири держится рядом, где-то в метре позади. Долговязый англичанин пытается поравняться с лидером, но Куц не пропускает его. Иботсон третий, Табори четвёртый, кенийц на пятой позиции. Сейчас на втором месте Читауэй. Этот спортсмен сыграл важную роль, когда Беннинстер устанавливал свой четырёхминутный рекорд в беге на миле. Он был вторым, когда Лэнди ставил свой мировой рекорд на той же дистанции. Три минуты 58 секунд в Финляндии. Три англичанина соперничают друг с другом, чтобы определить лучшего. Пири снова второй. Куц способен неожиданно менять темп бега, постоянно уверенно держась впереди. Таким образом, он просто испытывает соперников на выносливость, изматывая одного за другим. Сейчас он уходит в отрыв от Пири, который безнадёжно отстаёт. Читауэй с болями в животе тоже теряет скорость, а Куц неудержимо рвётся вперёд. Русский матрос бежит, помогая себе локтями. Полезное движение. Вероятно, это осталось у него от занятий боксом. Они выглядят беспощадными, безжалостными, эти ритмические движения. Соперники далеко позади и выпали из расчёта. А Владимир Куц на всех парах приближается к финишной черте. Зрители приветствуют его как родного, восхищаясь его выдающимися способностями и горячо поддерживают последний финишный спринт Куца после пятикилометрового бега. Его рука поднята в приветствии зрителям, на глазах которых побит ещё один олимпийский рекорд. Владимир Куц улучшил время изотопика в Финляндии на 27 секунд и становится одним из тех трёх вместе с Колих Майненом и изотопиком, кто сумел победить и на десяти, и на пятикилометровых олимпийских дистанциях. Состязания по прыжкам в высоту стали драматическим поединком между американским рекордсменом Чарли Дюмасом и австралийцем Чиллой Портером. Портер преодолел 2 метра 10 сантиметров, поставив Дюмаса в сложное положение, так как мы с стадионом уже сгущались сумерки. Со второй попытки американец взял высоту 2.12. Это было слишком высоко для австралийца, а Чарли Дюмас получил золото. Не только весёлая ночная жизнь на улицах, но и поздние соревнования на стадионах привлекали гостей города. На западном стадионе Мельбурна грация и смелость гимнастов очаровывала и восхищала австралийскую публику. Цветная плёнка, использованная режиссёром для соревнований в зале, так же, как и кодек Хром для съёмок на улице, не выдержали испытания временем. К счастью, чёрно-белая плёнка оказалась прочнее. Как и ожидалось, в мужской гимнастике развернулась яростная борьба между Японией и Советским Союзом. Японец Токаси Оно поразил силой и уверенностью своего выступления на перекладине. Он получил золото на этом снаряде. Но абсолютные первенства, а также золотая медаль на брусьях, были присуждены советскому гимнасту Виктору Чукарину. Советские гимнасты были первыми на четырёх из шести снарядов и завоевали командное первенство, оставив японцам лишь серебряные награды. Соревнования женщин проходили в столь же жёстком соперничестве. Вызов доминированию советских гимнасток бросили венгерские спортсменки и среди них 35-летняя Агниш Келетти. Она уже заработала звание легендарной в спорте. Келетти была чемпионкой четыре года назад в Хельсинки, а если бы игры состояли в сороковом году, то и тогда она была бы главной претенденткой на золото. Но вместо этого ей вместе с семьёй пришлось скрываться от нацистов из-за своего еврейского происхождения во время вторжения фашистов в Венгрию в сорок первом году. Отец Агниш умер в Аушвице. Келетти завоевала в Мельбурне четыре золотые медали, в том числе в упражнении на бревне. Главной соперницей венгерки была Лариса Латынина, завоевавшая абсолютное первенство и две золотые награды в отдельных упражнениях. Лариса Латынина стала впоследствии самой знаменитой и успешной гимнасткой, заработавшей в целом 18 олимпийских медалей. Из них 9 золотых. В баскетбольном турнире фавориты американцы были настолько сильны, что ни одной команде не удавалось приблизиться к сборной США ближе, чем на 30 очков. В составе звёздной команды играли Билл Рассел и Кейси Джонс. В финале борьбу за золото с американцами повели советские баскетболисты, но итоговый счёт этого матча 89-55 в пользу сборной США говорит сам за себя. В тяжёлой атлетике внимание всегда приковано к самым сильным. В тяжёлом весе Умберто Сельветти из Аргентины поднял в сумме столько же, сколько американец Пауль Андерсон. Но меньший вес Андерсона 138 килограммов по сравнению с Сельветти 143 килограмма означал, что чемпионское звание получает американец. Андерсон сумел значительно сбросить вес прямо перед играми. На боксёрском ринге две золотые медали достались англичанам. Террис Пинкс, впоследствии успешный профессионал, выиграл звание чемпиона в нелегчайшем весе. Юному англичанину было 18 лет, и он поразил публику, добившись победы в пяти тяжелейших боях, включая полуфинал с французом Ренели Берр. Тик Мактегард, победивший среди легковесов, был признан самым стильным боксёром на этих играх. Высокий шотландец показал прекрасный спектакль на ринге в финале против Гарри Курцхоте из Германии. В первом среднем весе была одержана историческая победа. Венгер Ласло Пап сражался за уникальную в истории бокса третью золотую олимпийскую медаль. В финале ему противостоял американец Хосе Торрес. Оба ушли впоследствии на профессиональный ринг. Победа досталась Папу. Качество старой цветной плёнки поражает, когда смотришь соревнования парусной регаты, проводившиеся в Портфильмбей. В регате пять классов яхт. В ней приняли участие 178 яхтсменов из 28 стран. Швеция победила в двух классах. В остальных США, Новой Зеландии и Дании. В заливе шириной в 35 миль перед яхтсменами растирались 1500 квадратных миль водной поверхности. Условия были часто непростыми. Волны подчас непривычно бурными для этого времени года. Датчанин Пауль Элстрем мастерски выступил на Олимпийской регате, выиграв пять из семи гонок в классе финн. Это была его третья золотая олимпийская медаль подряд. Состязания по пылевой стрельбе проходили на военных стрельбищах в Вильямстоуне и Лавертоне. В стендовой стрельбе золото завоевал итальянец Гальяно Россини. В стрельбе по бегущему оленю победил Виталий Романенко. Он набрал невероятную сумму в 441 очко. на 28 очков, улучшив предыдущий мировой рекорд, несмотря на сильный ветер на стрельбище. А на главном олимпийском стадионе зрители дожидались особого момента. 18-летняя Бетти Кадберт готовилась бежать в финале 100-метровки. Финальный забег на 100 метров среди женщин. Все затаили дыхание, глядя на вероятную победительницу, австралийскую бегунью Бетти Кадберт, которая сейчас на четвертой дорожке. Старт. По первой дорожке бежит штубник из Германии. Рядом англичанка Армитер, затем Мерлин Мэтьюс из Австралии, Бетти Кадберт. Леона, Италия и Дэнилс США. Бетти Кадберт впереди. Ее подруга по команде Мэтьюс одновременно финиширует со штубник. Требуется фотофиниш, который подтверждает, что штубник была второй. Мэтьюс – третий. Время чемпионки – 11,5 секунды. Старый олимпийский рекорд, который Бетти Кадберт превысила, еще в первом круге, показав 11,4 секунды. Так началась легенда золотой девочки Австралии. Ее потрясающий атлетизм, человеческое обаяние и красота сделали Бетти Кадберт звездой мельбурнских игр. Немка Кристина Штубник получила в этом забеге серебро, а Марлин Мэтьюс из Австралии – бронзу. Тройной прыжок назывался в 1956 году еще своим старым именем – скачок, шаг и прыжок. Бронзу завоевал советский спортсмен Витольд Крейн. Прыгун из Исландии Вильхольм Юнерсон стал открытием игр. Он улетел на полметра дальше, чем когда-либо в своей карьере. Его лидерство было шоком для чемпиона прошлой Олимпиады Адамара Феррейра и Дасилва из Бразилии. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы показать новый олимпийский рекорд – 16 метров 35 сантиметров. А серебряная олимпийская медаль Юнерсона стала первой в истории Исландии. Готовится еще один олимпийский рекорд в беге на 800 метров. В финале побегут три американца – два англичанина, норвежец, бельгиец и австралиец. Спортсмены пошли на второй круг. Впереди американцы – Солуэл и затем Кортни. Черноволосый англичанин Джонсон бежит третьим. Бойсон из Норвегии на четвертой позиции. На последнем повороте фаворит забега Том Кортни выходит вперед, чтобы возглавить забег. Но следите за этим брюнетом позади него. Начинается самый драматический финиш Олимпиады. Британец вырывается вперед, но снова набегает американец. Идеальный финиш, но Кортни так плохо, что он спрашивает у Джонсона, кто победил. Американец становится чемпионом. Англичанин на втором месте, норвежец на третьем. Кортни был в таком состоянии после своего рывка на последних 25 метрах, что церемонию награждения пришлось отложить на час, пока он приходил в себя. Соревнования по метанию копья среди мужчин были отмечены единственным мировым рекордом. Большинство метателей все еще использовали традиционное деревянное копье. Но создание в Швеции стального снаряда повлияло на распределение наград. Виктор Цибулинка начинал, как и все, с деревянного копья, но переключившись на стальное, сразу улучшил свой результат на 5 метров. Норвежец Эгель Даниэльсен, занимавший в общей борьбе шестое место, одолжил новое копье у Цибулинка. Его результат был ошеломляющим. А вот и победитель норвежец Эгель Даниэльсен. Польский спортсмен на втором месте, советский на третьем. Взятым взаймы стальным копьем Даниэльсен улучшил мировой рекорд на 2 с лишним метров. Феноменальная попытка. Это единственный мировой рекорд в легкой атлетике на нынешних играх. А Норвегия получила свою первую золотую медаль за все прошедшие 36 лет. И у норвежцев есть причина для ликования. Ходьба на 50 километров предложила кинооператорам увлекательный сюжет. Норман Рид, по рождению и воспитанию англичанин, эмигрировал в 1954 году в Новую Зеландию. Он вступил в классическое состязание с советским атлетом Евгением Москинсковым. Субтитры создавал DimaTorzok 50 километров — это более 31 мили, а погода стоит очень жаркой. Ближайший соперник Рида Евгений Москинсков из России примерно в 300 метрах от лидера. Это будет третья золотая олимпийская медаль Новой Зеландии в легкой атлетике за всю историю. Пройдя спортивным шагом всю дистанцию в 50 километров, Норман Рид радостно переходит на бег. Великобритания отказалась включить Рида в свою сборную. В последний момент он вошел в состав команды Новой Зеландии. Радость Нормана Рида и его новых соотечественников вполне понятна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из-за закона о шестимесячном карантине для ввозимых в Австралию лошадей, основные состязания по конному спорту проводились в Швеции. Но в современном пятиборье один из пяти видов спорта — верховая езда. По правилам соревнования спортсмены не привозят лошадей с собой, а выбирают их по жребию. Остальные виды — плавание, фехтование, стрельба и кросс. Олимпийский чемпион Хельсинки Ларс Холл из Швеции повторил свой успех в Мельбурне. Мужественное выступление команды Индии, достигшей полуфинального футбольного турнира, стало одним из ярчайших моментов этих игр. Хотя сам турнир произвел на многих грустные впечатления из-за плохого судейства, споров о так называемых профессионалах, любителях и прочего. Кроме того, такой футбол в Австралии был непопулярен. В штате Виктория футбол играли по другим австралийским правилам. Киногруппа даже умудрилась не заснять единственный гол советской команды в ворота Югославии. В финале, который завершился со счетом 1-0, в воротах команды СССР стоял знаменитый Лев Яшин. Пока не наступило время искусственных полей, в хоккее на траве доминировали Пакистан и особенно Индия. На этом олимпийском турнире команда Индии забила 38 голов, не пропустив в свои ворота ни одного. В финале индийцы выиграли в сборной Пакистана 1-0, забив гол после углового пенальти. В финале бега на 200 метров встретились три американца, включая фавориты забега Бобби Морроу, Борис Токарев из России и по одному бегуну из Бразилии и Тринидада. Агастини бежит по первой дорожке, Морроу по третьей и Стэнфилд по четвертой, Бейкер по шестой, Токарев по второй, Бразильский Консельшао по пятой. Вот они выходят на финишную прямую и Морроу обходит чемпиона Хельсинки Стэнфилда. Одна из четырех церемоний награждения, на которой реют три американских флага. А олимпийский рекорд Джесси Оуэнса был превышен в этом забеге на одну десятую секунду. Вторая золотая медаль Бобби Морроу на этот раз на дистанции 200 метров. Здесь, в Мельбурне, он повторил достижения Оуэнса, трижды побеждавшего в спринте на Олимпиаде 1936 года в Берлине, разделив успех американцев еще и в эстафете 4 по 100 метров. Кинооператор был рад возможности показать подробнее технику прыжков с шестом. Субтитры создавал DimaTorzok Только трое сумели преодолеть высоту 4 метра 50 сантиметров. Чемпион Хельсинки Боб Ричардс взял 4,56 и казалось, что планка удержалась только вмешательством свыше. Другого американца Роберта Кутовски мучила травма, и он не смог соперничать с Ричардсом. Его лучшая попытка была сделана на высоте 4 метра 53 сантиметра. Это была серебряная медаль, а бронзовую завоевал Георгио Срубанис из Греции. За 112 километров от Мельбурна в Баларате на озере Вендури соревнование по гребле на байдарках-двойках на дистанции 1000 метров выиграла команда Германии. СССР на втором месте, Австрия на третьем. На той же дистанции в гребле на каноэ-двойках золото завоевали румынские гребцы. Советские опять получили серебро, а у венграх бронзовая медаль. Гребля академическая, заплыв на одиночку. По дальней дорожке плывет лодка американца Джона Келли, брата принцессы Грейс. Рядом Кочерка из Польши. Под вторым номером 18-летний Вячеслав Иванов, Советский Союз, под первым 19-летний австралиец МакКензи. Целую милю лидировала лодка Австралии, но финишную линию, так же как и в Хельсинки, первой пересекла советская лодка. Австралиец лишь второй. Тяжелый заезд, все измотаны, включая победителя Вячеслава Иванова. Американец Келли третий, поляк Кочерка четвертый. Заезд восьмерок. На первой дорожке канадцы, затем шведы, австралийцы и на четвертой дорожке американцы. Это была эпическая борьба. Половину дистанции экипажи шли очень плотно. Затем начала отставать лодка Швеции. Отданы буквально все силы. На финише всего полкорпуса отделяет американцев от канадцев. Третий финиширует лодка Австралии. В предварительных заездах американцы дважды проиграли канадцам, но сейчас они сменили тактику и записали на счет США шестую олимпийскую победу подряд в академической гребле на восьмерке. Еще одну замечательную сагу подарил Олимпиаде в Мельбурне Степпель Чез на 3000 метров. Крис Брэшер из Великобритании никогда не выигрывал крупных соревнований. О нем узнали, когда он задавал темп Роджеру Беннистеру во время его успешной попытки выйти из четырех минут в беге на милю. Рядом с Брэшером бежали выдающиеся спортсмены. Эрнст Ларсен из Норвегии, Хайнц Лауфер из Германии и рекордсмен мира Шандер Рожнюй из Венгрии. Как и ожидалось, Ларсен задал темп в этом тяжелейшем соревновании. Субтитры создавал DimaTorzok Драма началась после того, как прозвучал колокол, и спортсмены пошли на последний круг. Последний круг в финале бега с препятствиями на 3000 метров. Они уже прошли семь кругов. В этом забеге произошла дисквалификация. Внимательно смотрите на третьего и четвертого бегунов. Вот этот эпизод. Сейчас в лидеры вышел Крис Брэшер из команды Великобритании и Северной Ирландии. Он обгоняет рекордсмены мира Рожнюю из Венгрии и Ларсена из Норвегии. Немец Лауфер обходит советского бегуна Ржищена, который бежит четвертым. Сейчас им предстоит последний прыжок через водное препятствие. Темп очень высок, и все спортсмены очень устали. Все, кто в первой шестерке, собираются побить рекорд Хельсинки, установленный американцем Ашенфельтером. Это первый важный старт для Брэшера, который он выиграл. Раньше он был третьим знаменитым рекордом за веки Беннестера на миле. Установлен новый олимпийский рекорд, превышающий прежний более чем на 4 секунды. 8 минут 41,2 секунды. Помочь Брэшеру подходит товарищ по команде. Брэшер еще не знает о своей дисквалификации. Позднее он подал апелляцию и на следующий день получил свою медаль. Все соперники Брэшера, включая Ларсена, поддержали его апелляцию против судейского решения о том, что он помешал Ларсену на последнем круге. Это был хороший день для Брэшера и честной спортивной борьбы. Этот день обещал стать хорошим и для Австралии, чья золотая девочка номер 2, Ширли Стрикланд, готовилась к встрече с судьбой. Ей предстояло защищать свое звание олимпийской чемпионки в беге на 80 метров с барьерами. В отличие от Бетти Кадберт, Стрикланд уже можно было назвать закаленным ветераном, заработавшим 5 олимпийских медалей на прошедших играх. Стрикланд нужно было опередить Гизелу Келлер из Германии и свою подругу по команде Норму Троуэр. Великолепный бег и невзирая на встречный ветер новый олимпийский рекорд 10,7 секунды. Это уже седьмая олимпийская медаль Ширли. Она первая из женщин, сумевшая подтвердить свой чемпионский статус на второй олимпиаде подряд. На этой дистанции здесь четыре раза показывали прежний олимпийский рекорд 10,9 секунды и пять раз его превышали. С трибуны смотрел на маму маленький сын Ширли Стрикланд. Первая в истории двукратная олимпийская чемпионка в легкой атлетике доказала, что неправы были те, кто считал ее слишком старой для этих олимпийских соревнований. Это случилось с ней в Австралии. Ведь нет в мире места дороже родного дома. Олимпийские игры в Мельбурне кажутся такими далекими и забавными после 50 лет значительных перемен в нашей жизни. Но по многим причинам их можно назвать первыми играми современного мира. Появилось телевидение и электронные секундомеры. Через несколько лет последовали признания некоторых спортсменов в том, что они принимают различные препараты. Но жизнь тогда, в 1956-м, была гораздо проще, и игры в Мельбурне могли по праву называться играми друзей. Лучшей иллюстрацией могли бы стать женские соревнования по прыжкам в длину. Американка Вилли Уайт не считалась претенденткой на медали. Ей было только 17 лет. Но от попытки к попытке ее результат улучшался и в конце концов достиг 6 метров 9 сантиметров. А бесспорным фаворитом состязаний была польская прыгунья Эльжбета Кшесинска. Она прыгала хорошо, но казалось, что слишком пристальное внимание публики и вездесущий глаз кинокамеры ее стесняют. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень увлекательными получились и соревнования дискоболов Все три медали достались команде США, но имена призеров оказались несколько неожиданными Дезмонд Кох послал диск на 54 метра 40 сантиметров и получил бронзу Рекордсмен мира Fortune Gordian довольствовался серебром после броска на 54 метра 81 сантиметр А никому неизвестный 20-летний Эл Ортер поразил публику неожиданным полетом диска на 56 метров 36 сантиметров Принесшим ему золотую медаль в Мельбурне Но это было только началом для будущего четырехкратного олимпийского чемпиона Все готовы к старту забега на 200 метров В команде Австралии целых три финалистки С ними бегут две немецкие и одна британская спортсменка По шестой дорожке побежит Штубник Кадберт из Австралии по пятой, ее подруга по команде Крокер по четвертой Келлер из Германии по третьей, Пауэль из Великобритании по второй И Мэтьюс Австралия бежит по первой дорожке Сначала все бегут ровно, только Штубник и Кадберт немного впереди После поворота Кадберт изо всех сил рвется вперед и первый приходит к финиш Кадберт, Штубник, Мэтьюс, Австралия, Германия, Австралия Кадберт показывает время, равное мировому рекорду австралийки Марджори Джексон И это новый олимпийский рекорд Так Бетти Кадберт добивается нового олимпийского успеха А также Штубник и Мэтьюс Какая прекрасная улыбка В одной газете было написано Бетти Кадберт родом из Сиднея Но теперь она принадлежит всей Австралии Замедленная съемка запечатлела ее мощный финальный спринт Такой прекрасный миг для Австралии В толкании ядра у мужчин был абсолютный фаворит Чемпион игр в Хельсинки, американец Перри О'Брайн Всех волновало, сможет ли он побить свой собственный олимпийский рекорд Юрий Скобла из Чехословакии завоевал бронзу Другой американец Билл Нидер Сделал серебряную попытку на 18 метров 18 сантиметров Наступила очередь О'Брайена Ему принадлежал рекорд мира 19 метров 25 сантиметров Комментатор в 1956 году Был заранее уверен в результате С участием О'Брайена Судьба золотой медали в толкании ядра Была практически предопределена Ему принадлежали и мировой, и олимпийские рекорды И он улучшает свой олимпийский рекорд на 1 метр 16 сантиметров Два первых места у США Чехословакия на третьем Джон Лэнди выходит на старт финального забега на 1500 метров Фактически на милю в метрическом выражении Вместе с 11 другими финалистами Среди зрителей на трибунах можно различить Герцога Денбургского и премьер-министра Мензиса Роджер Беннистер, первый из людей, выбежавший из рамок 4 минут на дистанции в одну милю С трибуны следит за своими бывшими соперниками Главным из них был Джон Лэнди Но сейчас его мучает травма Победителем может оказаться кто-то другой С тех пор, как соревнование за бюро-московство в беге на милю приобрело всемирный масштаб И был установлен новый рекорд, интерес к этой дистанции неизмеримо возрос У каждого в этом забеге есть высокий личный рекорд И практически каждый мог бы сейчас выиграть Когда спортсмены делают первый поворот и в первый раз проходят финишную прямую стадиона Их порядок следующий Халберг из Новой Зеландии, он в черном Хьюсон из Великобритании Далее Новой Зеландии Скотт Слева от Юнгверта бежит спортсмены Чехословакии Затем Бойт и Венгер Табори на шестой позиции Несмотря на сложный тактический рисунок этого забега Скорость оказалась гораздо выше, чем 4 года назад в Хельсинки Уровень спортивного мастерства невероятно возрос В том же порядке они приближаются к восточному повороту Новозеландец Халберг возглавляет забег Следом за ним держится англичанин Хьюсон Юнгверт из Чехословакии Новозеландец Скотт Бойт из Великобритании Табори из Венгрии И еще один англичанин Вуд Последним бегут австралийцы Лэнди и Линкольн Перед ними ирландец Делани Лэнди, который обычно держится впереди, озадачивает своих болельщиков По мере того, как они приближаются к третьему промежуточному финишу Линкольн делает рывок, который выводит его в лидеры За ним следует англичанин Кен Вуд Другой англичанин Бойт тоже делает рывок вслед за Линкольном Поистине в этом забеге может победить любой Группа бежит очень тесно Тактика играет здесь жизненно важную роль И позиция бегуна решит многое, когда потребуется финальный рывок Бег на полторы тысячи метров, достаточно протяженный во времени Дает зрителям возможность в полной мере насладиться перипетиями борьбы И тактическим рисунком забега На трибунах главного стадиона Мельбурна большое волнение Вот этот участок чрезвычайно важен для конечного результата Есть некоторые изменения, следите Особенно за последним бегущим датчанином Нинсеном Который пропускает вперед Лэнди Толпа ревет, поддерживая Лэнди, бегущий его по внешней дорожке Последний круг И вот уже многое произошло Но все-таки не теряйте из виду спортсменов зеленой майки Дело не все еще позади, но уже выходит на последний круг Вот она, эта зеленая майка Следите за ним Лэнди прибавляет, но он пока четвертый И вперед продвигается Ирландец Впереди Хьюсон, за ним Рихтехайн из Германии Всех их сейчас обходит летучий ирландец Всех включая Лэнди, который даже не пытается удержаться рядом И они выходят на последнюю прямую Делани второй, Лэнди четвертый Делани Делани был недосягаем Австралиец Лэнди после рывка с четвертого места финиширует одновременно с немцем Но он все же третий Потрясающий по драматизму забег Надо отдать должное всем его участникам Ирландец падает на колени в благодарственной молитве Он счастлив, он только что выиграл четвертую золотую медаль для Ирландии В ее олимпийской истории Делани превысил рекорд ровно на 4 секунды Как это бывает в спорте, вдохновил его на победу Лэнди, сказавший ирландцу перед стартом, что, по его мнению, он может выиграть В толкании ядра у женщин доминировали европейские спортсменки Галина Зыбина, Советский Союз, владела мировым рекордом в 16 метров 76 сантиметров Но ей пришлось выдержать сильную конкуренцию Как со стороны других советских толкательниц ядра Так и со стороны спортсменок Германии Мариана Вернер, послав снаряд на 15 метров 61 сантиметр Получила бронзу Зыбина в первой же попытке показала результат выше олимпийского рекорда 16 метров 53 сантиметра Затем в круг вошла Тамара Тышкевич Еще одна русская спортсменка Тамара Тышкевич Послала ядро всего на 17 сантиметров ближе, чем мировой рекорд Зыбиной Но этого достаточно для олимпийской победы В Хельсинки все три медали достались советским спортсменкам А в Мельбурне третьей была немка Вернер Галина Зыбина вторая Среди других замечательных выступлений на играх в Мельбурне Была тройная победа советских спортсменов в ходьбе на 20 километров Золото досталось Леониду Спирину Американец Глен Дэвис победил в беге на 400 метров с барьерами Рейфер Джонсон завоевал серебряную А Милт Кэмпбелл золотую медали для США в Десятиборье Инесса Яунземе из СССР выиграла соревнования в метании копья Чарли Дженкинс из США быстрее всех пробежал 400 метров Из всех соревнований, проходивших на зеленом поле легкоатлетического стадиона Только в прыжках в длину не было показано нового олимпийского рекорда Золотая медаль досталась американцу Грегу Беллу Еще одну золотую награду для США завоевала Милдред МакДаниэл в прыжках в высоту А теперь эстафету 4 по 100 метров Фаворитам американцам в третий раз подряд выпадает бежать по шестой вежней дорожке Из тени выходит Айра Мерчинсон, следом Фойк из Польши, Токарев, Советский Союз, Италия, Великобритания и Германия Мерчинсон передают эстафету Кингу, русские уже опережают поляков Кинг опаздывает с передачей палочки, но и русские не лучше И оба теперь уходят вперед, третьими идут поляки Бейкер передает эстафету Морроу И посмотрите на русских, Коновалов ничуть не уступает самому быстрому спортсмену Игорь Бобби Джо Морроу, выиграв все три награды в спринте Осуществил свою мечту повторить достижения Джесси Оуэнса в Берлине 20-летней давности Великолепно смотрится его мощный бег в замедленном повторе Счастливые американцы в окружении советских и немецких призеров Что касается женской эстафеты в спринте, это была великолепная победа золотых девушек Австралии Ширли Стинглитт очень напряжена, памятуя о том, как австралийская команда в Хельсинки уронила эстафетную палочку на последнем этапе Австралия претендует на третью золотую медаль в женском спринте Ее команда на одной из лучших дорожек третьей Сначала вперед вырывается команда Италии, затем России и Великобритании Во время передачи эстафеты англичанки чуть впереди Стрикленд передает палочку Крокер, и та устремляется вперед за англичанкой Скривенс Германия пока не оправдывает надежд, Россия борется отчаянно Англичанки впереди, Скривенс передает эстафету Пауэль, но по третьей дорожке на пятки наступают австралийки Мелор сокращает разрыв Одно касание и Армитед чуть впереди, уходя на последний этап Мелор отдает кадр, и кто же победит? Можно точно сказать только одно, что третьи американки Любимицы Австралии сделали это, но англичанка Армитедж боролась до последнего Потребовался фотофиниш Да, здесь нужен фотофиниш, но можно спорить, что победили все же девушки из Австралии И вот вердикт судей, и они подтверждают новый мировой рекорд Стрикленд, Кроукер, Мелор, Кадберт и новый мировой рекорд 44,7 секунды Великолепный итог для золотых девушек Австралии Мало кто сомневался, что мужскую эстафету 4 по 400 выиграют американцы Дженкинс, чемпион этой Олимпиады в беге на 400 метров, сразу же задает мощный темп Луис Джонс укрепил превосходство американцев на втором этапе Австралия и Великобритания продолжали борьбу за серебро Джесси Мэшберн на третьем этапе сделал отрыв американцев уже неоспоримым Британия и Австралия все еще выясняли отношения Том Кортни, победитель в беге на 800 метров, получил возможность эффектно завершить золотую для американцев эстафету Тем не менее, австралиец Кевин Госпер сделал героическую попытку догнать Кортни, обогнав англичанина Дерека Джонсона, серебряного призера в беге на 800 метров Госпер принес своей стране серебро к эстафете А над стадионом снова взвился звездно-полосатый флаг победителей Велотрасса в Мельбурне считалась среди специалистов очень трудной и даже опасной И все же в назначенный день, старт пятичасовой гонки, приготовились принять 88 велосипедистов из 19 стран Более чем на 18 километров протянулась Мельбурнская велотрасса Гонщикам предстояло сделать по ней 11 кругов, проехав в общей сложности свыше 180 километров по холмистой дороге В таких условиях тактика обретает принципиальное значение Лидеры держались вместе до последних двух кругов А за 30 километров до финиша стал определяться чемпион Это был человек, обладающий высокими скоростными качествами и особой выносливостью Чемпион мира в гонке-преследовании, рекордсмен мира в часовой гонке, итальянец Эркули Бальдини Бальдини прекрасно выбрал момент для рывка и винишировал на две минуты раньше француза Жере Зато французы выиграли командные соревнования велосипедистов На велотреке тоже доминировали итальянцы, выиграв в общем зачете пять медалей Австралийские зрители радовались разнообразию соревнований на треке Где можно было увидеть все От игры в кошки-мышки в спринте до эффектных гонок-преследований На трибунах велодрома всегда был аншлаг Любопытство болельщиков подогревалось и опасностью этих соревнований С частыми падениями и завалами Неожиданный финал гонки тандемов на две тысячи метров Между олимпийскими чемпионами-австралийцами и командой Чехословакии, а не в красном Австралийцы очень неудачно стартовали, проиграв два заезда Но потом выиграли утешительный четверть и полуфинальный заезд Иэн Браун и Тони Марчинт в тандеме Австралии Васлов Машек и Ладислав Хучек в Чехословакском Австралия выигрывает полкорпуса Франция и Италия, крупные державы в мире велосипедного спорта Оспаривают первое место в командной гонке-преследовании На Олимпийских играх, начиная с 1920 года, пять раз побеждала команда Италии И дважды Франции В 1956 год добавил еще одну победную запись в рекордный список итальянцев Без сомнений вдохновил их на великолепное выступление Леандро Фаджин Чемпион этих игр в ГИТИ с места Последний круг И обе команды изо всех сил жмут на педали Надо следить одновременно за двумя финишными линиями Французы вторые, итальянцы снова чемпионы Их время 4 минуты 37,9 секунды Новый олимпийский рекорд Плавание, 100-литровка вольным стилем, женский финал У Австралии есть особые надежды на золото Дон Фрезер на четвертой дорожке и Лорен Крейп на пятой Австралийские девушки возглавляют заплыв Фрезер чуть впереди Посмотрите, какой идеальный поворот Крейп практически догоняет Фрезер на последней прямой Но та делает резкий финишный рывок и устанавливает новый мировой олимпийский рекорд Лорен Крейп вторая, Фейк Лич третья, все медали у Австралии Еще один золотой девичий ансамбль Фрезер, Крейп и Лич Эти имена не сходили с первых страниц австралийских газет Так же, как имена их подруг по легкоатлетической сборной Забрав все награды на 100-метровке вольным стилем Фрезер и Крейп вознамерились повторить это достижение на дистанции 400 метров Здесь победа досталась Лорен Крейп Медленно, но верно она увеличивала отрыв от Фрезер Который на финишной прямой достиг уже 10 метров Лорен устанавливает новый олимпийский рекорд 4 минуты 54,6 секунды Шоу Фрезер и Крейп начало напоминать сумасшествие по Кадберт и Стрикленд Торжественные проезды по улицам города Общественные приемы и нескончаемое обожание болельщиков Вот что ожидало этих симпатичных пловчих впереди Но не все медали достались Австралии В программе женского плавания было 6 видов соревнований 100 метровка на спине Три финалистки из Великобритании, две из США, по одной из Германии, Канады и Австралии Ожидается, что выиграет либо американка Коун на третьей дорожке, либо англичанки Эдвардс и Гринхэм На четвертой и пятой соответственно Эдвардс, она плывет по четвертой дорожке, чуть отстает И Гринхэм на одно касание опережает американку Это первая золотая медаль в Великобритании в плавании с 1924 года Джуди Гринхэм зафиксировала то же самое время, что американка Карин Коун Одна минута 12,9 секунды Новый олимпийский рекорд Другая англичанка, Маргарет Эдвардс, отстала всего на 0,2 секунды Она третья А на 100-метровке Баттерфляем в новом олимпийском виде Первой в истории олимпийской чемпионкой стала Шелли Мэн из США Естественно, показанное ею время стало олимпийским рекордом Еще две американки, Нэнси Рэми и Мэри Сирс, получили, соответственно, серебро и бронзу Эва Зекой из Венгрии блистала на дистанции 200 метров брасом 4 года назад в Фельсинки Но тогда она использовала технику плавания Баттерфляем На этот раз, после того, как программу ввели Баттерфляй как отдельный вид плавания, она плала дистанцию традиционным брасом Основной соперницей для нее была Урсула Хаппе из команды Германии Хаппе, не упуская лидерство с самого старта, выиграла заплыв с олимпийским рекордом 2 минуты 51,1 секунды Другая немецкая плавчиха Эва Мария Тен Элсен завоевала бронзу В эстафете главными фаворитками считались девушки из Австралии Обладательница мирового и олимпийского рекорда на стометровке Дон Фрезер Первый выполняет поворот Отличный старт для команды Австралии Сильвия Рушко выводит американскую сборную на второе место с незначительным отставанием Но Фрезер в прекрасном стиле продолжает увеличивать отрыв и заканчивает свой этап, опережая американку метро на три На втором этапе за командой Австралии плывет Лич Следом уходят плавчихи США, Германии, Канады, Южной Африки, Швеции, Великобритании, Венгрии Время Австралии 1 минута 4 секунды Сохраняя это преимущество, Лич делает поворот американка Ман по третьей дорожке Робертс из Южной Африки отчаянно вырывается вперед по пятой и приближается к лидерам Медленно, но верно Ман догоняет Лич Американка явно в ударе Она показывает на своем этапе второе время за этот вечер 1 минута 3,9 секунды На половине дистанции Австралия впереди всего на 9,10 секунды Лич передает эстафету Морган Ман, Саймонс Очень напряженная борьба Время Австралии 2 минуты 9,3 секунды Соединенных Штатов Америки 2 минуты 10,2 секунды Затем идут ЮАР, Канада, Швеция, Венгрия и Великобритания Всех разделяет 5-секундный интервал Морган и Саймонс делают поворот одновременно, но Саймонс выигрывает несколько сантиметров Вся Австралия замерла, сейчас решается судьба эстафеты На половине длинной бассейна на этом третьем этапе Саймонс впереди Морган Почти на полметра Но при невероятной поддержке стадиона Морган с каждым грибком ликвидирует этот разрыв И она уже чуть впереди На последний этап Австралийки и Американки отправляются практически одновременно Третий уходит в Германию, затем Южная Африка, Канада, Венгрия, Швеция и Великобритания Лидеры плывут плечо к плечу, но посмотрите, насколько различна у них техника поворота Крэп выигрывает наиважнейшую долю секунды И длинными мощными грибками плывет финиш Лорейн Крэп сумела упрочить свое преимущество И вот уже вновь Австралия празднует победу и свой новый мировой рекорд в эстафете Американки вторые А спортсменки Южной Африки получают бронзовые медали 4 минуты, 17,5 секунды, новый мировой и олимпийский рекорд Заплыв на 100 метров в вольном стиле Фаворит австралиец Джон Хенрикс плывет по четвертой дорожке Здесь три представителя Австралии, трое из США, один японец и один француз После поворота Хенрикс немного обережает своего соотечественника Дэвидта По третьей и второй дорожкам почти рядом плывут Чемптмен и Паттерсон Становится горячее Дэвид почти догоняет Хенрикса и они приближаются к финишу с большим отрывом от остальных Менее по секунду разделяет победителей Хенрикса и серебряного призера Дэвидта на финише Чемптмен на третьем месте Пловцы Австралии завоевывают все три медали Австралийские пловцы в полной мере заслужили метафору «золотые» Победа Хенрикса на 100 метровке вольным стилем, серебро Джона Дэвидта и бронзовая медаль Гарри Чемптмена Были под стать достижением прославленных австралийских девушек На дистанции полторы тысячи метров вольным стилем Мюррей Роуз постарался соответствовать общему настроению Его основными соперниками были американец Джордж Брин и японец Тойоси Яманако Роуз сразу захватил лидерство Роуз Австралия Яманако Япония Брин США Эккретти Австралия Роуз побеждает Японец получается евро, американец Брин бронзу И в таком же порядке они финишировали на дистанции 400 метров в вольном стиле Мюррей Роуз победил на дистанции полторы тысячи и четыреста метров Так же как и в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем Трехкратный олимпийский чемпион стал еще одной легендой австралийского спорта В плавании на спине на 100 метровке сражались два австралийца Джон Монктон и Дэвид Тил Поворот они выполнили одновременно Но на финишной прямой Тил развил такую невероятную скорость Что установил сразу два рекорда, мировой и олимпийский Одна минута, две и две десятые секунды В итоге команда Австралии заработала в олимпийском бассейне 14 медалей На три больше, чем их главные соперники американцы На этой дистанции американец Фрэнк Маккини получил бронзу В 56-м году мужчины, так же как и женщины Впервые официально выясняли отношения в плавании Баттерфляем На дистанции 200 метров рекордсменом мира был Вильям Йорзик из США Как и у женщин, мужские состязания в плавании брасом на играх в Хельсинки Были выиграны стилем Баттерфляй Теперь Баттерфляй стал отдельным видом плавания После второго поворота Йорзик плыл наравне с японцем Токаси и Симото В критический момент американец нашел в себе силы оторваться от соперника Великолепная победа Более чем на 4 секунды Йорзик опередил Исимото на финише А тот чуть не уступил серебро Жоржу Тумпеку из Венгрии Единственная золотая медаль японцев в плавании была вручена после финиша на 200 метров брасом На половине дистанции лидировали два японца Масару Фурукава и Масаиро Юсимура Но на последней прямой к ним вплотную приблизился советский пловец Харис Юничев Эта тройка и получила награды Фурукава золото, Юсимура серебро, Юничев бронзу Масару Фурукава обладал уникальной техникой Он держался большую часть времени под водой выныривая метров за 10 до поворота На второй половине дистанции он сделал вдох только дважды В прыжках в воду у женщин как на трамплине, так и на вышке доминировала американка Пэт Маккормик Она повторила золотой дубль, сделанный ею в Хельсинки На трамплине ее преимущество достигло 17 баллов На вышке превосходство было не столь подавляющим, но все же значительным АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это был его завершающий прыжок. По возвращении в Мехико чемпиона встречали в аэропорту президент и 50 тысяч болельщиков. Турнир ватерполистов получил острую политическую подоплеку, которая выразилась в напряженнейшем матче между командами Венгрии и СССР. Сложные отношения между Советским Союзом и Венгрией после подавления венгерского восстания привели к жестким столкновениям в ватерпольном бассейне. Венгрии победили 4-0, но в течение всего матча игроки провоцировали друг друга. Рефери пытался сдерживать эмоции спортсменов, но в конце концов капитан сборной Венгрии Эрвин Задор ушел из бассейна с окровавленным глазом. Болельщики тоже стали нервничать. Была вызвана полиция. Победа венгров принесла относительное спокойствие. Фехтовальщики вели свои поединки под сводами городской ратуши Сент-Кильда. У женщин сильнее всех в фехтовании рапирой оказалась англичанка Джиллиан Шин, преодолевшая сильное сопротивление француженок, американок и румынок. К счастью, Шин стояла на ногах крепче, чем руководители ее команды. По крайней мере, некоторое время. В финале фехтования на рапирах французский мастер Кристиан Дориола, чемпион олимпийских игр в Хельсинки, вновь выступил блестяще. Особенно в поединках против серебряного и бронзового призеров итальянцев Бергамини и Спалини. Борьба, возможно, самый древний вид спорта и всегда привлекает множество зрителей, даже в Австралии, где ее практически не знают. Операторы, похоже, сумели сохранить классический взгляд на этот спорт. 13 медалей достались советским борцам. Турецким – 7. А вот еще один древний вид спорта, рожденный из античной легенды, труднейший из всех состязаний легкой атлетики. По традиции, он начинается и заканчивается на стадионе. Марафонская дистанция 42 километра с 195 метров. Под номером 9 побежит Эмиль Затопик, герой предыдущей Олимпиады в Хельсинки. И вот, наконец, марафонцы начинают бег на самые мучительные, физически изматывающие дистанции олимпийской программы. 46 атлетов стартовали под палящим солнцем Мельбурна. У многих есть головные уборы, и у многих на ногах обувь с вырезанными носками, чтобы максимально избежать трения. 13 из них до финиша не доберется. Эмиль Затопик выиграл в Хельсинки не только марафон, но и бег на дистанциях 5 и 10 тысяч метров. И несмотря на то, что ему уже 34 года, зрители по-прежнему ждут от него победы. Его основной соперник, Ален Мимун из французского Алжира, еще на два года старше чехословацкого атлета, Мимун часто проигрывал Затопику. За те два круга, что спортсмены пробегают по стадиону, они уже успевают растянуться. А к финишу доберется редкая цепочка измученных людей. Забег проходил в самый жаркий день Олимпийских игр. Но Мимуна это мало волновало. На груди у него был счастливый номер, 13. Французы выигрывали марафон с интервалом 28 лет, в 1900 и в 1928. Сейчас 1956 год. Этот день должен был оказаться для него особенным. Он только что стал отцом, но еще не знает, мальчик родился или девочка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зоотопик гримасничал во время бега больше, чем обычно. Его лицо было буквально искажено болью. Это был день Алэна Мимуна. Те, кто бежал следом, видели, что Зоотопику приходится нелегко. Вскоре Мимун возглавил забег. Когда позади было три четверти дистанции, Алэн Мимун сказал, «Мне повезло, что в этот миг я оказался один». Это был решающий момент. Никто еще не успел понять его внезапную слабость, когда к нему пришло второе дыхание. Алэн Мимун трижды довольствовался серебряными медалями и финишем позади чемпиона Эмиля Зоотопика. Но эта награда оказалась золотой. Для спортсменов приготовили простыни, мокрые полотенца и пищу, но Мимун отказался от всего. Больше круга уступил победителю Югослав Михалич, но он тоже проходит финишный круг в одиночестве. Два часа двадцать пять минут мучений для всех марафонцев. Четырнадцать из них не дошло до стадиона. Вейка Карванен из Финляндии стал бронзовым призером. Зоотопик пришел к финишу шестым. Мимун ждал его у дорожки, чтобы обнять своего старого соперника и друга. Наконец-то это он, Мимун, чемпион. Субтитры подогнал «Симон» Впервые в истории Олимпийских игр церемония закрытия прошла с участием атлетов. Это нововведение предложил один местный мальчишка, китаец. А ВОК одобрил. Так началась традиция шествий спортсменов на церемонии закрытия. Русские шли рядом с американцами, немцы с французами, австралийцы с жителями стран Востока, европейцы с латиноамериканцами. Шла молодежь, объединенная общими идеалами. Субтитры подогнал «Симон» Я объявляю Олимпийские игры 1956 года закрытыми. И в соответствии с традицией призываю молодежь всех стран собраться через четыре года в городе Риме. После официального объявления закрытия, господин Эвери Брэндон взял шелковый олимпийский флаг из рук председателя Ордкомитета Игр 1952 года фон Франклия и передал его лорду-мэру Мельбурна на сохранение вплоть до Римских Олимпийских игр. КОНЕЦ Игры друзей завершились. Все, что осталось, это воспоминания. Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ КОНЕЦ Когда на стадионе опускается флаг с пятью скрещенными кольцами, всех присутствующих охватывает печальное чувство расставания с прекрасной. В этот момент уже не победа кажется самым важным в жизни, а благородные олимпийские идеалы дружбы между народами. незабываемые воспоминания, привилегия, быть там и видеть это. КОНЕЦ ЛИРИРИ4 ikt БОТПИ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА